Добро пожаловать, фальшишки и девчонки! С вами наша космическая девочка-волшебница и Невермор. И что это такое у нас? А что это у нас такое красивое? А это же у нас шикарнейшая игручка по названию X4 со всеми DLC. И я сразу скажу, что разработчики просто бусинки, булочки и вообще красавчики. А я даже особо не клянчил, они мне так взяли и дали. И по поводу чего? Ну такая маленькая минутка как бы рекламы, не рекламы. Но в темчатском распродаже всё это можно взять за полцены, вот. Поэтому, ну вы поняли, да? Невер продался за халяву. Но не жалею ни о чём. Игра шикарна. И самое смешное, что я до неё никогда не дошёл в своё время. Вот повод начать. И повод даже сделать страшное, чего Невер вообще никогда не делает. Видите, где мышка находится на славе? Пройти обучение. В общем, вот насколько эта игра шикарна, что даже не в обучении пройду. Ну, чисто по-за... Ставьте лайк в ночных рейсов? Хотите летать куда хотите и когда хотите? Тогда вам нужна лицензия пилота. И где проще всего её получить? Правильно. В лётной школе Джейса Уингера. Я преподаю теорию. Я преподаю практику. И у меня есть лицензия на обучение боевым навыкам. Пройдя мой испытанный временем курс обучения, вы вкратчаёшься. Вас космические ежи кусали. Тут даже перевод на русском есть. Я, честно, не ожидал. Окей. Тогда начинаем. Начинаем, начинаем, начинаем. Уууу. Даже цитаты хороших фантастов есть. Рус-розлигуем. Круто, круто, круто. А ну, чё сказать-то? А ну, конечно, не легендарный фрилансер. Да, сами понимаем. Но второго фрилансера мы никогда не дождёмся. А здесь можно... Так, я так понимаю, что ты уже со старта чернёвый. Вы знали, чем стриггерить Невера. Ну, окей. Окошко справки остаётся на экране, пока вы её не закройте. Окей. У тебя услышал. Профиль устройства фото. Или загрузить готовый профиль устройства фото. Да, я ей даже не знаю, чё это такое. Ну, да, нет. Итак, внизу у вас находится тикер-монитор. Если у вас имеется активная миссия, как сейчас, текущая сдача будет ображена там. Хорошо, запомнил. Сделаем это нулевым эпизодом таким, чтобы никого не расстраивать. И мы к сексачке когда-нибудь вернёмся. Когда не знаю, со светом у меня сейчас грустно. Но когда-то вернёмся, потому что выглядит для какого? 20-го года, да? Год 4 игрушки уже. Или 22-й, не помню. Но, короче, выглядит довольно-таки современно. Старфилд немножечко делает в уголочке чмокающие движения. А на фоне это шикарные вещи. Так, а смотреть по сторонам. Знаете, немножко похоже на Alien Isolation. Такое вроде и фантастика, но ретрофутуризм. Посмотрите вверх, посмотрите вниз. О боже, у нас ног нету. Что ж такое-то? Не хочу ничего инвертировать. Теперь пройдите, пожалуйста, несколько шагов. Теперь убедитесь, что непосредственно перед вами ничего нет. Да, тебе антизагарный крем ничего не выдали в космос, когда летел, да? Или шлём не застегнул. Ну да ладно. Быстро нажмите два раза выше, перейти на бег. Да, аааа. Здесь прыжочек-пирожочки есть, круто. Держимся от шутки, кто не скачет. Ой, шутка эта довела один регион до очень нехороших событий, поэтому не будем. А, слышь-ка, чтобы присесть, да? Он присел, програлся. Вот где-то так вот Старфилл такой же путь в иголочке делает. А, все, чтобы встать. Ну, встал. Сколько тебе раз надо? Похоже, вы в отличной физической форме. Так что мы можем переходить к лётной практике. Вот, радио, думаю, здесь сегодня собрались. Какого этапа вы хотите продолжить? А, ну как бы с этапа я видел звёзды с земли, но не знаю, как среди них летать. Да. Не нарвайся на рифму, чувак. Не нарвайся, поэтому давай, единичка. Мы начнём с использования кабины транспортера снаружи этого помещения, чтобы попасть в ангар. Вот даже так, да? Ого, какое оно всё белое, прекрасное. Я удивляюсь. Интересно, у вас рабочие роботы-уборщики есть ещё? Потому что это отмывает до белого состояния, просто ад будет. Ну да ладно. Так, левая кнопочка, правая кнопочка. А, вот комбит транспортера. А, что мы хотим? Квазар-агрессор. Хм, знакомая имечка. А, давайте переместимся. Знакомая шикарная имечка, скажу. Теперь вам нужно подняться на борт и взять на себя управление. Хочется спросить, а что была раньше, курица или яйцо? В смысле, Старфилд или не мужицкое небо? Боже, Старфилд. Запутался, Х4 или не мужицкое небо? Или они вышли одновременно? Секс? Оу май, мы даже без ног по лестнике поднимаемся. Квазар-агрессор. Ну давай. Надо поржать. Приступайте. А, отстыковочка нажми, шиплю. А, то есть легких путей мы не ищем, да? Начинаем ломать пальцы на ворот. Ну ладно, предположим. Отстыковались. Знает же, кадры, что больше двух кнопок за раз я не запомню. А шифт, да это же неповторимая комбинация. Прогулки взаимодействия. Следующий урок полет, окей. Я боюсь представить. Вообще, пишите в комментариях, друзья мои. Кто это играл, кто это проходил. Насколько это шикарно, насколько вам понравилось. И стоит ли нам реально перепройти фрилансера на записи? Да-да, фрилансер. Он все-таки шикарнее. Щифт пробил, что включить управление мышью. Жить ты, значит, не хочешь, да? Порулить во всех направлениях. А можно я впиляюсь в стену, взорвусь и на этом закончу? О, вот там планетка есть. Ваш курсор парочит корабль, да. Инвертирование управления не хотим, нет? Выполнить стрейф. О, ебы. Ебы. Я в этом буду сильно пусто. Прежде чем мы продолжим, убедитесь, что прямо перед вами нет никаких препятствий. Отсюда я сам это проверить не могу. Так что в этом мне придется положиться на вас. Вот зря ты, чувак, на вас в этом ловишься, потому что Невер за рулем это страх и ужас. Мафия вторая соврать не даст. Избудите колесо мыши и нажмите хышь увеличить скорость. А вот это вот, наконец-то, работает мы колесо мыши, которое прокручивается просто шикарно. У три стыковочных ангаров, как правило, установлено ограничение скорости. Но вам не нужно беспокоиться о превышении. Бортовой компьютер ограничит скорость сам. Вы можете лететь также за... Слюш, а мы в планету впилиться можем или не можем? Используйте колесо мыши и нажмите Z, чтобы скользить скорость. Ну, прям провокационная буква Z, а? А какие? Не, а лучше колесо мыши. Да, можем в зад. Лучше не нужно, но можем. Когда будете готовы, пристегнитесь и запускайте ускоритель. А чем пристегнулся? У нас же рук нету и ног тоже. Так, удержите оттавушку, чтобы включить ускоритель и полететь дальше за меньшее время. О-хо-хо-хо-хо-хо, поганали. Угу, с юзом вайзле. Вы также можете использовать грузовой магнит, чтобы груз сам летел к вам. Вы также можете заметить, что это подняло вашу скорость до максимума Это нормально И это будет сохраняться лишь до тех пор, пока вы снова не измените скорость Некоторые пилоты даже находят это удобным способом выставить скорость на максимум Так, давайте попрактикуемся в том, что вы изучили А вы, чуваки, уверены, что я хочу лететь между вами вот здесь вот, прямо-то вот сюда вот, да? Полетите поочередно вблизи каждого из навигационных маяков Глупышки, вы об этом пожалеете Я вздоровываю всю вашу станцию Кстати, оружие нам дадут вообще или нету? Ну, мне визуал нравится, да, знаете, такое веселенькое-бодренькое И немножко напоминаю станцию Севастополь Чужого, что ли, перепройти? Кстати, тоже по скидону в стиме Вы не думайте, Невер не рекламируют, ему за это денег не давали Ему просто дали немножечко халявы Если чё, в другом стиме даже дешевле Э, кстати, тут... Ну, вы поняли, да? Невер пролететь по задным меточкам, это чё-то из области фантастики Причём даже не научным Скорее, такого мудсного фэнтези Не волнуйтесь, временем вы не ограничены Да, только закон о физике ограничен Так, не, ну я должен это прокомментировать Для кого здесь реклама кафехи на улице? Вот просто интересно А чё, гуляй, дышит вакуумом кто-то? Вот я ж думаю, что нет Вот сидите Прям страйфанул, так страйфанул Ещё бешеная скаковая ложь скалматская Да, стыковочка, бог, какая прелесть Нет, ну я услышал, мы возле неё уже и были Ну, я так понимаю, мы не ищем лёгких путей Ммм, кафрейская, кафрейская, кафрейская Теперь, когда вы там есть достаточно близко Взаимодействуйте со станцией для запроса разрешения на стыковку Так, чуваки, в это Запросить разрешение на стыковку Удерёшь кораблю, открою интерактивное меню Ф или правый клик мышью Запросить разрешение на стыковку, можно ли? Следуйте за дорожкой из огней к назначенному вам докру Вы прям уверены, что я смогу? Я в этом не уверен, а вы так тем более не должны быть А, да, слушайте, ограничено скорость Вы можете видеть референсную схему вашего положения относительно посадочной площадки Прежде чем вы сможете сесть, каждый элемент схемы должен быть выровен Ну, теоретически, да А, то есть там ещё и вперёд наш нёжка, а? Вон ещё как Я надеюсь, что тут автостыковка есть, потому что это будет адский ад О, блядь, там барышня внизу пошла, интересно А можно нам к ней, вот и у неё такая комбезная голая тельца Аргунская федерация, так, режим путешествия, вот, вот я хочу Хочу посмотреть, какая тут большая галактика Вдруг не только Невер это не проходил, ни разу не видел, не знаю, что это такое, как это управляется На фоне того, что сейчас творят сейчас, очень даже удобненько Ну, уже ненашка звёдочка Так, круизный режим В зависимости от типа вашего двигателя Может потребоваться некоторое время И чё у нас есть под руливание, это пилот А где-то Активируйте круизный режим А где? О, на где? Так и сразу сказали бы Три, два, один Немножечко похоже на Elite Dangerous Да, по сути, наверное, и есть как Elite Dangerous Посмотрите на свой индикатор скорости Чуть ниже перекрестия прицела Я вижу скорость и понимаю, что если это метры в секунду, то лететь мы будем очень сильно долго А где гиберпространство, там вот, а где квантовые звёздные врата и всё такое Но вы заметили, что в списке имеются и другие Каждый режим имеет свою специфику использования Одновременно может быть активен только один Теперь, когда вы набрали скорость, вы можете заметить, что рулить стало намного тяжелее Да вот ни разу я даже мышкой не рулю Предположим Теперь вы летите по инерции, что подразумевает несколько вытекающих отсюда последствий Во-первых, ваш корабль теряет скорость гораздо медленнее, чем обычно Во-вторых, рулить снова стало легко Вот попробуйте Не буду А, ты прям такой... Не дашь мне посоврать, да? Ну хорошо, подрулил В-третьих, вы, наверное, заметили, что ваш корабль продолжает лететь в одном и том же направлении Вы можете остановиться намного быстрее, если вместо отключения режима просто начнёте активно снижать скорость Это также автоматически восстановит ограничение управляемости Ну да, и размашенность по лобовому стеклу и изнутри такой красивой розовой кляксой Выпси, дейзи, здравствуй, гравитация и все сто пятьсот же прям в морду В-третьих вам корабль вернётся к привычному вам поведению Также вы можете выйти из режима круиза ещё быстрее, пропустив инерционный этап полёта Давайте попробуем это сделать Пожалуйста, снова активируйте режим круиза Теперь подождите, пока не наберёте скорость Не вообще весёленько, а так и просветочка красивая оранжевая Но хочется верить, что тут ещё сюжет есть Но я это обучение пройду, чтобы потом не говорили, что Невер не прошёл обучение, хотя оно там имелось и он на него бугуртит Я его пройду, буду бугуртить, потому что оно было не полное и тупое А для быстрой остановки бэкспейса, здравствуй, родная И мы с топлями краями на разводах стекла становимся ещё больше и быстрее Великолепно, следующая часть будет проходить на некотором удалении отсюда Так что давайте сделаем перерыв А нудную работу возложим на плечи автопилота Так, автопилотчик, здравствуй, родная Самостоятельно ведёт корабль к текущей цели По мере необходимости он включает режим круиза А также использует врата, ускорители и магистрали Вот, так об этом же нужно пораньше рассказывать, где они есть Вы на пути, собственно, в основном именно поэтому вам всё-таки желательно не отходить далеко от штурвала Вы можете заметить, что иногда он отключает режим круиза Хотя вокруг, казалось бы, достаточно просторно Порой возникает ощущение, что эти меры предосторожности активируются от малейшего дуновения Быть может, это чтобы не дать взлететь страховым тарифом Дороги и ворота, вот это мне уже нравится Это мне же определённо нравится, потому что во фрилансере такое было Смех смехом, но первые иксы и первый фрилансер вышли практически одновременно Ну, фрилансер всё ещё бусинковый канон Сегодня мы узнаем, как использовать различные средства перемещения между системами и секторами Прежде чем мы начнём, обратите внимание на жёлтый значок под вашим перекрестием Да, бензин и закончился, да? В руководствах это называется лампочка проверки двигателя Но я никогда не видел двигателя, который бы так выглядел Слушай, если это не отсылка на теорию большого взрыва, там где Шелдон троллил Бенни за её вечную лампочку проверки двигателя То я даже не знаю Это потому, что данный урок проходит в регионе, который не позволяет ему работать Попадание оружия также на короткое время блокирует круизный привод Поэтому не стоит полагаться на него, чтобы выбраться из беды Я также слышал об оружии, которое специально нацеплено на эту систему, чтобы сделать вас лёгкой мишенью для пиратов Теперь перейдём к самому уроку Перед вами находятся прыжковые врата Иногда можно найти неактивные Но эти работают, как видно по вихревому полю внутри кольца Ну главное, чтобы не пассивные были, а то мало ли чё Не поймут ещё нас А чё, и коннектиться не нужно, и местоположение задавать не нужно Вот так вот взял и прыгнул, что ли, ну? На изи пире Вот и всё Погодите, пожалуйста Мы говорили, что технология совершенно другая А если в задать? В ускорителе эти ускорители работают почти так же, как врата А если в задать? Пролетите через него Рабочие, слушайте В то время как ворота соединяют разные звёздные системы Ускорители переносят вас в разные места одной и той же звёздной системы Далее супер магистраль Они также доставляют вас в сектора внутри звёздной системы Я даже не знаю, почему-то я игнорил так долго эту игру А звучит за тот же самый фрилансер Здесь сюжет не скажу, ещё не видел, но похоже Влетите во входные ворота Давай, родная Сейчас как влетим, сейчас как вставим прям в эти ворота Прямо самое-самое-самое, давай на ускоренной Воу, прям как в масса эффекте Красненькое, синенькое и зелёненькое Правильный выбор, вломаться в зелёную планету Так хотя, на круизный режим Можно ли переводить всё вот прямо в режиме? Ага Нельзя, понятно Жаль Тогда лети на кое можешь Это нас что сразу Сподвигают на режим хорошего джедая Я хочу в красное А не красимша Назначение показания Покарания безбожника Хорошее название Близнец Ой, слово Хевасток со второго раза правильно прочитал Первый раз показалось, что Прям там вообще лишняя буква была Но ладно Сделали, что этого не было Неизвестный сектор Да прямо, это уже написано Близнецы какие-то нехорошие Это немного медленнее, чем другие методы Ох ты, мать А почему у нас Мне это нравится, так как можно наслаждаться видом по пути Да, заодно из, знаете, желудочков Рожнишка на теле, где такая огромная Шикарная красная блямба Их находится прямо перед вами Летите в него Да, вроде как лечу, но это вообще похоже на дипспейсная станция Из Стартрека О, есть тут еще корабли побольше Которые могут их использовать На местную магистраль можно войти, либо сойти с нее в любой точке пути Влетайте в ту, что прямо перед вами Это магистраль особенная Так как ведет прямо к прыжковым вратам Вам не нужно ничего делать Переход пройдет сам по себе Давайте это изменим А тут что-то как-то колдобином пошло Обратите внимание на цель Разворовали на ремонте ежевесенним, да? Он отсчитывает время до того момента, когда вы должны сойти с магистрали Подождите, пока оно истечет Исходите с нее Ну ты же не сказал, как с нее А, вот так вот Эй, во-во-во, я сошел с магистрали Вон, ты с тобой, давай-давай-давай Сейчас Неверд зафейлится В первом учебном задании будет просто идеально Придеально А, это вам не Римворлд Здесь сейчас будет позор, позор, еще раз позор Некоторые будут темнее других Прямо перед вами небольшая группа целей Цвет их значков показывает, что они враждебны Эти цели находятся зачем-то И в данный момент не могут быть поражены вашими орудиями Посмотрите на кривую голубую полосу под вашим перекрестием Сейчас я активировал ваше основное вооружение Небольшие точки, которые только что появились Указывают, куда направлены орудия Они будут автоматически отслеживать вашу текущую цель Если она находится достаточно близко Обратите внимание, что маркеры интерфейсов у некоторых целей по размеру меньше Эти цели в настоящее время находятся вне зоны поражения ваших орудий Выберите ближайшую вражескую цель Прямо в центре цели появился новый элемент интерфейса Это индикатор упреждения огня Он показывает, куда нужно целиться Что особенно полезно, если цель движется Сейчас медленно сделайте полный цикл перебора целей А вы же извращенцы понимаете, что пейджап и пейдждаун Находятся крайне далеко от того места, где ты обычно управляешь рукой И отдельно далеко от мышки, которую ты тоже должен управлять во время боя Да нифига подоно Задают сомню, что это жуткий обман, я сейчас дохожу Если одновременно охлаждается несколько орудий Обязательно зафейлю Да вы что, даже попал в верес с трудом Оп, все довези Эта цель намного сильнее других Посмотрите на синюю полоску над целью Эта сила ее щита Через несколько секунд, без получения повреждений, он начнет перезаряжаться Так работают все щиты А мы на таран пойдем Мы вообще никого не боимся От, дай ко мне Прям в ангар, прям в щель засадим Вы не сможете стрелять, пока они не охладятся до безопасной температуры Не стоит недооценивать нашу тупость Мы им засадим прям вплотную Теперь я активировал ваше вспомогательное вооружение Тю, а я-то думал взорвется вместе с нами Управляемая ракетой, для которой требуется захват цели Пожалуйста, выберите цель прямо перед вами Сейчас вы можете видеть, как срабатывает захват цели Когда будете готовы, можете стрелять Да как бы уже готов, а где стрелять-то? Где стрелять-то собака? А, аэрочка, спасибо большое Ну, never читать, да, такойся То есть вы понимаете, что это ужасно Задачка со сложностями Транспортный луч наше всё Очень сильно, очень нужно Давай вперёд нежно Пошло, забрал У нас есть щит? Это уже само по себе странно Что за фигня у нас вывалилась из нас? Что это такое? Подключите подсвеченные клавиши Чтобы назначить каждому орудию группу Уй, е-бог ты мой Слушайте, мы даже очувствовали Что я прошёл и вскоре на улётную школу Не зря старался Вы прошли все знанные уроки Рекомендуем поиграть в Timeless Timelines дальше И вы что думаете, я не поиграю? Восьмой поиграю, давайте Моя хотеть сюжет Моя хотеть посмотреть все DLC Может быть не так часто, как хотелось бы Но будем стараться Шляться по приграничным территориям Рисковая затея Конечно, возможностей полно Но всегда найдётся какой-нибудь сорвиголова Желающий в тебя пострелять Я заработал и истратил целое состояние Уже дважды Но сейчас я снова на подъёме А вы же не хотите сказать, что мы играем за него Мы красивая космическая девочка-волшебница в розовом А не страшное лысое чернявое нечто Ну и да, что-то подсказывает, что весело тут мало Надо разобраться с этими чертовыми пиратами Один есть Двое готовы Я не утверждаю, что мои потуги на озвучку чем-то хороши Но, чуваки, вам что-то Актеру со звуком сложно было взять Не ту лица Да, у вас что-то за девушку Похоже, сегодня не твой день Что за... Ты... Ты остановила время? Не совсем Это пузырь импеданса Сложно объяснить Но всё замерло Статус пузыря импеданса зелёный Послушай, время не в обрез Тебе скоро крышка Гиенна огненная Как только этот пузырь коллапсирует Статус пузыря импеданса зелёный Я могу тебя вытащить Но твоей прошлой жизни наступит конец Всё изменится И я не гарантирую, что изменения тебе понравятся Но ты не умрёшь А женщина, мы уже чёрные и лысые Куда же ещё хуже Хотя я знаю, куда хуже упомянуть не стоит Статус пузыря импеданса красный Да, да, я в деле, я с вами Вытащи меня отсюда Коллапс пузыря неизбежен А вот прям сразу Нифига не сопереживаешь этому герою От слова ещё совсем Я всё ещё живу на Украине Поэтому, значит, такую себя Но тут овцы только прекрасно Хорошо, прекрасно В порядке, думаю Не перенапрягайся Тебе нужно время Я Лиса Это Тамачк Тал И директор миссии Ну да, ну да Значит, глаза у неё три А чего нужно, только две Печалька, печалька Будущая не то, что мы хотели Где я? О, я Харпер Харпер Доннелл Где это я? Станция Похоже, у данной особые проблемы со слухом Для вас честь встретиться со мной Паргонец Доннелл Но я также рад пополнению на станцию Зададим вопрос в профиле Что за станция такая вообще Что за станция? Где мы? Вернее, где эта станция находится? Где? Не столь важно Так, хорошо Ты сидишь Ты сейчас в 2042 году Ну, поскольку я вообще нифига не знаю Какой был год до этого То... Ну и чё? Что? Путешествия во времени? Не совсем Всё немного сложнее Начальство, конечно, знает все детали Но, честно говоря Не и само не всё понятно Расскажи ему о миссиях Погоди, дай договорить Ну, тис-ну-тис Я начну сомневаться в том, что вот эта игра в таком переводе стоит твои два куска гривен каких-то там это По полной цене не по скидону Перевод, знаете, подкачал немножко Мне нужно выполнять для тебя миссии Да Я уже говорила Твоя прежняя жизнь осталась позади Назад дороги нет Но есть причина, почему ты здесь Почему мы все здесь Это зал миссий Где мы выполняем задания для начальства Ну и удиви меня ещё раз во времени путешествовать Миссии с путешествием во времени Полагаю, он нездоров Он не понимает твоих слов Ты понимаешь, что мы говорим? Спокойно, директор Органическим существам свойственна некоторая встревоженность в подобных обстоятельствах Харпер, миссии не путешествия во времени Хотя и кажутся таковыми Не перенапрягай свои извилины в попытке это осознать Пока что Мы все были собраны здесь Дабы выполнять задания для начальства Как говорит Лиса Дистанцию мы никогда не покидаем Кроме как на миссии Знаю, не идеал Но получше гиены огненной Не правда ли? Суровое осуждающее молчание Они вы не озвучили, но я озвучу за них Молчу усиленно Тебе нужна медицинская помощь Диалог слепого с тупым Дебаты на выбор киевского мэра Они не могут сказать правильно, что они Я так понял, по параллельным вселенной ушпихаются А другой не может задать тоже правильный вопрос Ладно, ладно Понимаю Отлично Просто передохни Расслабься Восстанови силы Обследуй станцию Для тебя есть комната Дай знать, как будешь готов к своей первой миссии Ну, зато это за это дай чулку в стиле Ваши новая парламента Восстанция требует страшения таймлайн Ух ты, ёх ты Сразу козырей зашли Ну, прям, прям, прям вот сразу зашли С ДЛЦ-шечек Ну, дайте посмотрим, что-то есть такого А, ясно Закрытые двери Окей Кстати, здесь музыка играет А здесь музыка не играет Здесь музыка играет А вот здесь уже не играет Какое интересное звуковое поле у них есть, а? Что за компоксеры? Как, боже, это вообще идиотская Дет прозрачных мониторов Как на работе порнуху смотреть? Об этом же все узнают Директор по миссии... А что за использовать? Точка входа в узел Да Так, 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 так Куда ты его себе вставил? Связь с интерфейсом миссии установлена Рад, что ты решил, наконец, заслужить Свой кусок хлеба Для первого раза Возьмем, что попроще мы еще не поняли где мы куда попали а давай-ка сюда про про пробегаемся фонарик не завезли на насколько большая комната еще а не такая же большая брусенку я-то думал она бесконечная они просто на освещение к нам хотя у них могли бы таки вот разломом это было больше не круто кстати ну я обязан то проверить нет мы не можем туда спрыгнуть жаль статуре или напоминает институт 4 фоллаута такой вроде все няшные хитрый сделаны ученые вебсидэйзи вебсидэйзи бухалово столько молоко это не синяя так что чо интерфейс тоже не завезли а вы бы искали каком-то моя али 3 али 4 или в какой морды продолбишься тая будет твоя опустилась чё написано написано ничего нигде на компьютере китайской карказябры или японские и окном и тоже не богаты а чё такое ящик а в ящике у нас мини-бар смотреть можно руками трогать нельзя иначе очень дорого ладно а чё это за люди такие ну это явно не мы потому что они оба белые они оба не бегут от полиции поэтому их настоящий черня вымысла удали чужую комнату или свою че реально свою а черта у нас какие-то белые люди на фотографии стоят чё за обман-то краски они не нифига нет а смотри какое а типа местный тоже вода убирать с собой не убирают и сортир на станции один на всех мы с зоне постоим окея услышал это жутко пустой ой как неудобно то да там там таблички были кто где живет где мы то живем так это мы отседал пришли значит нам куда-то дедова нужно окей это не мы харпер доналл от 1 1 правильно зашли тогда я еще раз задам вопрос какой черт у нас фотография белых людей стоит который они черные не лысые но он допустим плюс огромный вопрос такой черт у вас тут много так интерфорова комнат много а народу мало здравствуй огонец доналл ты уже выполнил свою первую миссию здравствуй существо со звездочками на лбу еще нет я пока еще до этого не добрался тебе должно быть любопытно это место но определенно интересно что это за начальство вас вы еще за начальство кто управляет этим местом директор миссии и хомиссар не я не лиса не видели их воплоти мы даже не знаем кто они но вне всяких сомнений они обладают огромной силой для нас честь и быть ими избранными но у тебя прям восхищение на лице написано я просто осваиваюсь потом поговорим аж прям грустно стало того какой он зануды о гейм побежали почитаем что за миссии там есть еще хотя станции у них реально огромная и музыка разные играют каждый раз а . вода узел используем смотрим не серьезно вы он же просто насаживается кое-каким местом это дело установлена наконец заслужить свой кусок не звездить ты можешь не для первого раза возьмем что попроще во время миссии ты сможешь общаться с моей копией которая будет загружена в миссию вместе с тобой но прямой связи со станции не будет с копией почему мой разум слишком широк и сложен я использовал интерфейс миссии ранее но он все время глючит это очень раздражает и приводит к разочаровывающим результатом во время миссии не раз ясно понятно более гладко он вставляется прямо в наш разум скажем так и мы все понимаем миссии цикавы и мы к ним вернемся друзья мои мы сможешь время перетянули поэтому здесь мы сохранимся делаем паузу я скажу что игра если бы не перевод такой знаете не то что днищенский просто никакой без эмоциональный как будто нейросетка нешель нейросетки это лучше делать то питьюнем и 100 5 пальцев из 5 пока что я напоминаю что данного продался и поэтому в стиме это еще с паскидоном ну и наш телеграмм дискорд контакт все такое всем удачи до встречи на сюда мы еще подвернемся по возможностям